Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Продолжаем разбираться с лейкой. Кстати наступило время посадок. Это про помидоры. У меня, например, зашел табак. Буду экспериментировать. Итак, мы подключили и настроили лейку и вот так это выглядит в действующем аккаунте. На странице лейки у нас статистика по сборам, общие показатели и рекуррентные платежи. Здесь график по периодам, периодизацию можно менять. Вот, например, за месяц с разбивкой по неделям, а вот за неделю с разбивкой по дням. Также у нас есть пожертвования. Здесь собраны все, причем есть информация, кто собирался перевести, но передумал, есть информация о том, что у двух платежей произошла какая-то ошибка. Если такое случается часто, это уже повод задуматься. Обидно, если пожертвование срывается из-за каких-то технических сбоев. Что у нас есть еще? У нас есть список компаний с прогресс-баром, что весьма удобно. Есть список доноров, то есть тех, кто смог таки перевести деньги. По донорам есть информация по общему количеству переведенных средств. И еще можно добавить по ним теги, сгруппировав какие-то группы. То есть вот все доноры с тегом шоу голоса, а вот всего один с тегом новый год 2020. Зачем это нужно? Но вообще база данных это всегда хорошо. Если у вас есть CRM, их можно добавить в CRM. И дальше уже работать по вашему алгоритму работы в CRM. Также отсюда их можно выкачать по определенным тегам, сейчас я покажу как. Или просто использовать как базу email адресов и строить с жертвователями какую-то коммуникацию. Гипотетическая ситуация шоу голос на первом канале проходит в поддержку вашего фонда. Ситуация, кстати, из реальной жизни. С большой долей вероятности все жертвователи в этот день и на следующий пришли оттуда. Как это можно использовать, пока не придумал. Но это информация, а информация решает все. Итак, вы можете скачать базу доноров по определенному тегу. Ну и дальше уже с этой базой работать. Ну а здесь вы можете добавлять теги или удалять теги. Словом, работать с тегами. Здесь они называются метки доноров. Так, ну а мы вернемся из действующего аккаунта. На самом деле он тоже тестовый, просто заполненный к нашему, только что заведенному. И продолжим разбираться с настройками плагина. Тут у нас все наши компании. Пока она только одна, попробуем ее подредактировать. Тут у нас есть разные шаблоны лейки, как говорится на любителя. Выбираем и получаем, например, вот такой. В целом то же самое, просто оформленный по-другому. Вернем то, что было. Вообще понятно, что на одном сайте редко кто будет использовать разные шаблоны, поэтому когда вы определитесь с выбором шаблона, его можно назначить шаблоном по умолчанию, чтобы каждый раз не выбирать из списка при заведении новой компании. Это делается здесь, в настройках. Здесь же можно посмотреть, как выглядят шаблоны, которые есть в лейке. Но стар в принципе самый оптимальный, и я уже говорил, что разработчики рекомендуют использовать именно его, поскольку поддержка и апгрейд устаревших шаблонов приостановлены. Кроме того шаблон стар можно еще немного подкрасить и изменить с помощью CSS. CSS переводится как каскадная таблица стилей. Вообще у меня есть хрустальная мечта сделать полный курс по тому, как делать сайты на WordPress. Вот прямо коротко и про все основное. Про все, что нужно. Там тоже вокруг этого много легенд, но пока я его не сделал, расскажу про CSS здесь, поскольку это важно и добавляет плагину Айдентики. Но расскажу коротко, без теорий. Только то, что может пригодиться в курсе по CSS будет больше, если сделаю. Итак, CSS есть где-то еще во внутренности сайта, где это и что не скажу, долго. А в настройках плагина это есть вот здесь. Вообще после запуска кампании все, что происходит с плагином, настраивается здесь. А вот оно. Дополнительной CSS страницы. Добрые разработчики даже описали, какая настройка за что отвечает. К сожалению, в WordPress это встречается не всегда. Точнее, почти никогда не встречается. Но все равно я не думаю, что это описание дает понять все про все. Поэтому так же как и просто на WordPress можно действовать методом технологического тыка. Итак, нам говорят, что вот это, например, цвет фона активных кнопок. В принципе, я почти уверен, что знаю про что разговор, но все-таки перепроверю. Собственно, сама настройка заключена в фигурные скобки. Тут есть имя, которое идентифицирует параметр в таблице стилей. В общем, не важно, теорию забыли. То, что после двоеточия, это изменяемый параметр. То, что вы можете изменить. Решетку не трогайте. Она нужна. Вот это код цвета по RGB. Red Green Blue в 16-ти ричной системе. То есть HEX. Можно погуглить по запросу HEX. На первых местах вполне релевантные сайты. А можно вставить код Photoshop вот сюда. И мы видим вот такой вот оранжевый. И да, если посмотреть на сайт, то моя догадка верна. Речь идет вот об этих кнопках. Они такие же оранжевые. Если кто не знает, мы сейчас как раз применили метод логического тыка. Теперь мы возьмем и перекрасим их, например, вот в такой голубой. У него тоже есть индекс по RGB. Мы его копируем и вставляем вот сюда. И теперь осталось убрать вот эти два знака. Не знаю, как их назвать, но они означают, что все заключенное между ними техническая информация. И выводить ее не нужно. Общее правило для работы с CSS и PHP. Теперь это стало не технической информации и выводить ее нужно. А значит в плагине мы теперь имеем другой цвет кнопок. Вот такой голубой. Кстати, даже неплохо. Ну и аналогично посредством CSS можно менять внешний вид других элементов плагина. Вообще почти всех добиваясь того, чтобы он максимально подходил под дизайн вашего сайта. А завтра мы поговорим. Хотя пусть завтра само решит за себя. Достаточно с каждого дня своей заботы. Субтитры создавал DimaTorzok